Нахера вы это все пилите, уничтожаете? Не понимаешь, что ты попал в большую общагу? Тут, похоже, сделали для детей. Вот, смотрите, как делают гидроизоляцию. Видно, что металлические части уже все покрылись ржавчиной. Злые охранники. Здравствуйте. Лицо классического рабочего строителя. Почему-то город. И вот здесь аналогичная подпорка. Которые по закону положены. Кирпич домой уходит. О, молодец какой. Все спилили для того, чтобы... Вот как выглядят сданные дома. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Юнталово. Образце вранья, жадности и алчности человека. На старте продаж застройщик нам говорил о том, что это будет малоэтажный проект. И я даже сам его рассматривал как один из вариантов для приобретения квартиры. В итоге мы с вами видим, что вырублен безвозвратно лес и строят высотки. Есть такой сервис Google Земля, на который можно зайти и посмотреть, что было на этом месте до прихода застройщика. Ну и кроме Google сервисов, есть и другие ресурсы в интернете, где можно просто набрать и посмотреть и убедиться о том, что раньше здесь был лес, а сейчас высотные дома. Лично я против такого освоения территорий. Ну а если все-таки начали строить дома, то я считаю, что проект должен быть малоэтажным, как и изначально заявлял об этом застройщик. Об этом я рассказал в своем сюжете про Юнталово и привел доказательства. Ссылку на это видео оставил для вашего удобства в описании к этому видео. Застройщиком Юнталово выступает общество с ограниченной ответственностью, главстрой СПБ специализированный застройщик. Согласно данных налоговой инспекции, только за 2021 год у застройщика оборот составил более 27 миллиардов рублей. И это, друзья, лишь по одной его компании. Я решил копнуть глубже и посмотреть, кто же все-таки является собственником и учредителем застройщика Главстрой СПБ, который строит два проекта. Это Юнталово и нашу любимую Северную долину. Итак, учредителем застройщика является Главстрой Инвест. Московская компания с уставным капиталом в 6 миллионов рублей. А ее учредителями являются Чечехин Юрий Валерьевич и акционерное общество Сиена Инвест. Я вбел в поисковик Яндекса Чечехин Юрий Валерьевич и прошел по первой ссылке. На ресурсе руккомпромат говорится, что господин Чечехин является заместителем генерального директора Интеррау ЕС. И является зятем генерала Росгвардии Золотова. А сам он проживает в Лондоне. У него, кстати, 9% доли. В интернете все лежит на виду. Главное – правильно им пользоваться. Ресурс Рамблер в статье 30 сентября 2022 года подтвердил, что Чечехин является зятем генерала Росгвардии Золотова. Руководителем акционерного общества «Синевая Инвест» является некая Базилевская Мария Борисовна. Информацию о ней я не нашел. И что у нас получается? Что Юнталова застраивает зять Золотова, который проживает в Лондоне? Я полагаю, что господину Чечехину в Лондоне не дали бы строить Юнталова и так нещадно вырубать лес. Но в России можно все. Когда у тебя такой крутой тесть? О компании застройщика можно прочитать достаточно интересный материал. Верить ему или нет – решать только вам. Ссылку на этот материал оставил в описании к этому видео. Крайние дома второго этапа Юнталова застройщик сдал, а госкомиссия приняла 15 февраля 2023 года. Но, естественно, застройщик уже получил деньги с эскроу-счетов. Идемте смотреть. Вот с вами видим, друзья, обычный стандартный двор, который забит, естественно, автомобилями. Сейчас у нас 12 часов 44 минуты. Гладовский проспект, 38, корпус 4. Класс энергоэффективности, здание С. Аналогичный класс и у вновь построенных и сданных совсем недавно домов. Вот они сейчас за забором. Чтобы было понятно, вот такой лес был здесь везде. Все спилили, уничтожили и настроили вот такие дома. Сейчас посмотрим, как туда вообще можно, можно ли вообще пройти и посмотреть сданный новый дом. Вот эти дома, которые сдавали до этого, обратите внимание, у них разноцветные кирпичи. Желтенькие, красненькие, коричневые, синие балкончики. А здесь, конечно, стало все проще. Здесь у нас просто два цвета. И выглядят, по мне, они очень сильно напоминают Северную долину. От этого же застройщика. В эту очередь, конечно, приятно посмотреть, что входные группы в уровень землей. Большое количество стекления, все видно. И вот, на первый взгляд, достаточно все неплохо. Ну, деревья повырубали, посадить забыли. Дохлый кустарник, он с какими-то ягодками. Впереди мы видим лес заказника. Здесь, когда начинается отепель, все просто плавает в воде. Ну, тоже, да, большой дом, один турник, один теннисный стол. И, чтобы вы понимали, друзья, теннисный стол, это просто сверху фанеру положили. Такую же, которую они, похоже, используют для опалубки. Гнездо, качелька. Ну, в общем, как-то так. Маловато бы я сказал. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Вот, видите, для водоотведения застройщик такую штуку сделал. А мы с вами пройдем, прогуляемся. Вон, видно, как люди в лес ходят. И вот такой был красивый, живописный лес. И от него, к сожалению, осталось совсем-совсем немножко. Повторюсь, вот эти дома, которые сдали. Мое личное мнение, что, ну, во-первых, смотрите, наверху техэтаж. Ну, так уже не строят, наверное, лет сто. Все коммуникации можно проводить в цокольных подвальных этажах. Тут строят по старой технологии. С обычной классической вентиляцией. И ничего нового, к сожалению, застройщик не придумал. Но зато здесь в Юнтлове, конечно, очень свежий воздух. В соцсетях периодически показывают, что выходят лоси на дорогу. Ну, конечно, здорово. Такая, знаете, жизнь. Вроде и квартира, но при этом, можно сказать, ты живешь на границе с природой. Вот жалко только, что разрешают вот эту природу уничтожать. Вот пройдем, посмотрим, что здесь с этими небоскребами. Изначально напомню, что сам проект, он малоэтажный. И застройщик его презентовал как малоэтажный проект. Было достаточно интересно. Были квартиры с отделкой, интересные цены. Но, смотрите, на деревьях вместо листиков мусорные пакеты со стройки. Вот как все облепили. Так все и будет висеть, пока кто-то не придет и это не сделает. Все в грязи. Я вот представляю, что когда снег уйдет, тут, наверное, все в пылище, в битом кирпиче, в цементе. Если внимательно будете смотреть фотоотчеты застройщика, там видно, что все было засыпано битым бетоном и кирпичом со стройки. Ну, соответственно, это все потом закатают в асфальт. Вы уже, наверное, закатали. И на этом благоустройство будет закончено. Ну, надеюсь, хотя бы там будет трава из леса. Да, вот по такой тропиночке идем. Солнышко сегодня светит, но не греет. А, вот второй паркинг. И здесь аналогичная ситуация. До конца не вставлены окна. Вот, смотрите. Виден голый утеплитель. Так, конечно, я считаю, не должно быть. Соответственно, у нас вот он сам лес. Вот так это все выглядело. Он в основном еловый, но и встречаются березки, упаковки от утеплителя, мешки от упаковки. Вот он белый, там черный. Красота. А здесь, я понимаю, проходит какая-то трасса. Либо в дальнейшем будет дорога, потому что ничего нет. Виден. Видны мелкие совсем елочки. Какой-то кустарник, который за какое-то время тут отрос. Ну, тут, соответственно, все спилили для того, чтобы настроить свои дома. Ну, лично для меня, я считаю, что сам проект мог бы быть интересным, если бы застройщик бы не жулил. И, как изначально говорил, что он будет малоэтажным, такой бы его и оставил. Я уже снимал обзор про Юнталова. Там я привел доказательства своих слов. Ссылку оставлю в описании к видео. Пройдите и посмотрите. На в два раза выше, чем деревья, вот эти дома. Вот что-то я вот тут на крыше вижу. Какой-то тут дефект. Либо этот так отсвечивает. Но вид, конечно, так себе. А здесь вообще окно открытое. То есть все тепло будет выходить. Они не платят же за это. За это вы платите. О, а тут еще и зелененький пакетик. Красота, молодцы. Чем лучше маркетинг, тем больше будут люди покупать здесь квартиры. А потом продавать. Потому что тяжело жить, когда у тебя плотность населения изначально была одна. А потом резко стала совсем другой. Когда она, соответственно, увеличилась. Остановка общественного транспорта. Прямо на тротуаре какой-то красавчик припарковался. Молодец. А, тут, похоже, электрический кабель проходит. И поэтому весь лес и выпилили. Обратите внимание на эту махину. Представляете, какое количество людей будет жить вот в этих всех домах. О, молодец какой. Прямо на тротуаре встал. 5 баллов, красавчик. Молодец. Нормально все. Красавчик. Пешеходная зона. Тут вообще он, знак повалился. Временно еще электричество какое-то здесь подвели. Да. Застройщик, кстати, единственный плюс, что вот это все сдал за один раз. И, если вот здесь обратить внимание на монолитные перекрытия, то чем-то они уже закрыты. По цвету напоминает клей для плитки. Ну, непонятно издалека, что это. Это они оштукатурили, либо, соответственно, это, да, похоже, что-то оштукатурили. Ну, цвет такой. Вот, например, светлый кирпич смотрится достаточно, по мне, неплохо. Но вот этот темный как-то не очень. Могли бы сделать, конечно, такие же, оставить и яркие цвета. Наверное, было бы интереснее. Высокие достаточно дома. Небольшое расстояние, но при этом какого-то такого сильного дискомфорта, наверное, здесь не будет. А видно, что большое количество стройматериалов на переходных балконов здесь, здесь, в сданном доме. И кто пишет в комментариях, что типа они сдали, сейчас домоют, отмоют, мусор уберут. Да, 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 да. Видели мы, как главстрой сдает дома. И что с этими домами через полгода? Они уже разваливаются. Кирпич домой уходит. О, открытые ворота. Трансформаторная будка. Утеплитель. Камни. Круто. Все в снегу. Здрасте. Что еще раз? Так сами подойдите. Почему я должен к вам подходить? Ну и что? А где видно, что вы охрана, скажите? Где ваши бейджики? Какие бейджики? Которые по закону положены? Вы вообще закон читали? Кто вы такие? Мы охранники. Ну, где? Где бейджик? О, во. Он у вас на шее вообще, в принципе, должен быть. Это плохо очень. Благодарю. Иду, снимаю, хожу. Я блогер. Блогер вы? А сдали, сдали же. Нет, нет. Нет, еще не сдали. Сдали, сдали. Нет, нет. Вот когда нам позвонят, вот тогда мы вас... То есть, пока не пускаете, да? Нет, нет. Эх. Ну вы так нагло прийти, вы что... Почему нагло? Здесь открыто. Почему нагло-то? А веревки здесь не позвонят, но... А не могу. Веревки у вас нет, объявлений нет. Объект сдали 15.02. Ох, как отсюда кукурузина красиво видна. Лахта-центр. Да, вот так она у вас и висела внизу. Надо объявление вешать, что территория закрыта. Синяюсь за веревку, веревку забыли. Во, видите, окричите так, как будто я вас мешок цемента ворую. Вот так рано. Никто ни хера не знает, понаберут. Посмотрим, где еще у них есть проход. Не хочется с охранниками ругаться. Мне взрослые люди в отцы годятся. Вон, видно, вон, строители ходят. Кабель тащат. Наверное, слаботочку доделывают после сдачи дома. Такое же мы с вами видели в Северной долине, 21-й квартал. А вот здесь на последнем этаже, вот в центре кадра, видим переходной балкон последнего этажа, и здесь видна подпорка. Их оставляют для того, чтобы не было прогиба бетона. Но так как дом сдан, что она здесь делает, непонятно. И вот здесь аналогичная подпорка. На этом переходном балконе тоже на последнем этаже. И когда, интересно, вот принимала в госкомиссии эти дома, то есть это в проекте такое у них есть, одна, вторая подпорка, здесь тоже две. Да, нет слов, конечно. Но что вот еще хочется сказать, вот кирпичная кладка, по крайней мере, издалека смотрится очень красиво. И мне нравится, как здесь застройщик сделал вот эти цвета, где светлый и вот такой потемнее. Вот такой, видите, немножко ребристым они его сделали, разного цвета, смотрится достаточно интересно. Но вот ниже кирпич, цвет по мне так себе. И вот эта расшивка непонятная. То ли она тут светлого, вот такой, беловатого цвета, то ли еще что-то. Кирпичики выделяются, и как-то вид уже совсем-совсем не тот. Ну и, конечно, самое классное, то, что видим. Лахта-центр и вокруг еловый лес. На территории жилого комплекса Юнталова уже действуют и детские сады, и школа. Но, к сожалению, мест на всех просто нет. Так как, друзья, на такую огромную площадь застройки школы уже должны были быть, по мне, скорее всего, их три. Третью должны были уже сдать. Есть норматив, в соответствии с которым на каждый квадратный метр построенного жилья должны быть и социальные учреждения, такие как школы, детские сады, поликлиники и все остальное. Но, к сожалению, почему-то город за этим не следит. Вот, видите, 120-й автобус привезет вас в Лахтинский разлив. Вот иду, иду, и понимаю, что в Северной долине с их 21-м кварталом, что в Юнтала, ну вот забор они не умеют делать. Вроде даже профнастил не такой убитый, но вот это что такое? Почему это не сделать красиво? Куда вообще администрация района смотрит? Честно говоря, мне непонятно. Вот камнем СКЦ завалили все перегородочное, ну и все на это. Все мятое, некрасивое. Почему не сделать это все красиво? Здесь, видите, тоже он наклонился. Непонятно, упадет, он не упадет. Подниму камеру на самый верх и будем смотреть, что же там сделал застройщик. Мне, конечно, видно плохо, поэтому вы, друзья, обязательно пишите в комментариях, чтобы я тоже слышал, что есть. Руку поднял максимально высоко, как только могу, для того, чтобы показать, что же за этим синим забором прячет застройщик. Вот здесь, друзья, сделано у застройщика сплошное остекление. Это алюминиевый профиль, внутри находится полость. Все правильно, для того, чтобы если конденсат, вернее, он даже будет от конденсата, он, соответственно, капал вниз. То есть вот из этих вертикальных направляющих будет капать вниз периодически вода, но это не страшно. А вот более страшно, по мне, вот видите, вот здесь даже сейчас на камеру видно, что вот такой кирпич, где соприкосновение угла балкона и фасадной стены. Тут такой более темный. Возможно, как раз это и вода, потому что там тоже труба, и оттуда это все капает. Ну, естественно, постоянное попадание влаги будет, возможно, будет разрушать кладку из кирпича. Ну, тут отлично видно, что поднимает люльку. Вот она встала на каком-то этаже, потому что дом сдали, но что-то, наверное, забыли доделать. Ай-яй-яй. Ну что, посмотрим еще раз, что же здесь такое натворили. Почему это нельзя посмотреть, непонятно. Ну, здесь, конечно, видна вот эта первая застройка. Квартира здесь с чистовой отделкой. Отделка была вообще изначально самая простая, линолеум. Дешевые однослойные или двухслойные там обойки какие-то были. Ну, так себе. Ну, и, соответственно, вот эти малоэтажные дома, это вот то, что мы с вами видим впереди в центре кадра, это то, что изначально, о чем говорил застройщик. Но, к сожалению, то, что он говорил, с делом очень сильно разошлось. Так, друзья, пишите в комментариях, что же они там делают. Мне не видно. Солнце светит, все отсвечивает. Поднял руку максимально наверх, чтобы вы могли все увидеть. И идем дальше. Впереди у нас еще одна остановка. По правой стороне там есть магазины, кафе. То есть, в принципе, здесь есть куда сходить и посидеть. И, соответственно, где приобрести продукты питания. Но, когда вот эти все дома заселятся, здесь будет чуть ли не такое же количество жителей дополнительно, которые проживает и на данный момент. Рабочая форма работников Юнклова. Вот оно, друзья, лицо классического рабочего строителя. Вот ему можно сказать спасибо за то, что это построено. Что мы с вами здесь видим? Мы с вами здесь видим опалубку. Мы видим с вами арматуру. И что-то тут строит застройщик. Может быть, школу? Как считаете? Здравствуйте. Нельзя снимать, если нельзя. Нельзя, не салон. Расчитайте. Что? Ну? А чем не санкционирована моя фото-видеосъемка, расскажите? Без разрешения ваше где? Какое? Мое разрешение есть. 29 статья Конституции. Прочитайте. Это здание ФСБ. Ну, все тогда. Это воинская часть, ну и что? Я туда прохожу, лезу, бегу от вас. Ворую что-то. А я был прав, друзья. Здесь вот возводят школу. Кстати, прочитал на одном из ресурсов в том, что предыдущую школу город купил более чем 1,2 миллиарда рублей у застройщика главстроя СПБ, специализированный застройщик. Ну, вот здесь мы видим, кто строит и где тут. Так, окончание работы 4 квартал 23 года. То есть в конце года этого они должны сдать. Если у них, конечно, это получится, они ничего не задержат. На 825 участникся. То есть, похоже, будет вторая школа, которую уже здесь, соответственно, построил и сдал застройщик и продал городу. А, друзья, мы с вами все обошли по кругу. К сожалению, здесь не пройти. Два есть КПП. И, соответственно, там злые охранники, которые выбегают и не пропускают нас в данный объект. Что по мне, на самом деле, очень странно. Сдали, а пройти нельзя. Так как, к сожалению, на стройку не попасть, когда вам начнут выдавать ключи, дайте мне, пожалуйста, об этом знать, чтобы я приехал и вместе с вами посмотрел и территорию, и фасады, и что настроил внутри, в самих квартирах застройщик. Ну, что смотрим. Кстати, вот здесь я что могу вам сказать, что внешний вид намного приличнее, нежели чем в Северном квартале. Не знаю почему, так в Северной долине, извините. Но видно, что металлические части уже все покрылись ржавчиной. Абсолютно все. И когда они придут в негодность, бог его знает. Юнтулово, подъезд один. Со второго по тринадцатый этаж. Нумерация квартир. В принципе, неплохо. Очень широкая дверь, очень. Но что-то здесь уже пошло не так, что тут застряло или еще что-то. Так, тут у нас закрыто. Что у нас здесь? И тут тоже закрыто. Но тоже, да, смотрите. Качество дверей, которые выбрал застройщик. А вот это качество монтажа. Вот эта пена должна быть точно была зачеканена. Но зачем зачеканивать? И так пойдет. Тут видим уже трещинку. Страшного, конечно, ничего нет. Но хотелось, чтобы было все ровно и красиво. Вот смотрите, как делают гидроизоляцию. Вот дырень. Тут от души так намазали. Здесь дырень. Пена торчит. Тут и она не торчит. Потом не удивляйтесь, что в вашей квартире где-то что-то будет промерзать. А здесь, кстати, мне нравится, как гармонирует синий вот этот цвет алюминиевых конструкций с фасадным кирпичом. Здесь дом одноподъездный. Соответственно, у нас есть два входа-выхода. Это большой плюс, я считаю, когда проходные подъезды. Попробуем пройти здесь. Вот, кстати, о чем я говорил, друзья. Вот видите, вот она трубка. Из нее выходит влага. И здесь сделан вот такой отлив для того, чтобы вода не попадала на кирпич. А в новых домах, которые мы с вами видели, там почему-то такого нет. А монолитное перекрытие в 16 сантиметров толщиной. Заходим. У нас здесь есть утопленное место под установку ковра. Это большой плюс. Здесь тоже все в стеклее. Но это, друзья, в данном проекте. А вот что будет в новом, очень интересно посмотреть. Здравствуйте. Удобство для родителей – это, конечно, небольшой такой лестничный марш наверх. Для того, чтобы было удобно затаскивать коляску. Вот такая велопарковка. Могли бы, конечно, поставить двери. Это было бы, ну, смотрелось бы намного по мне лучше, нежели чем смотрится сейчас. Отделка коридора, кстати, достаточно такая ничего. Карта мира называется, если я не ошибаюсь. А у нас есть указатель. Вот видите, только сразу непонятно, что это лифты. Можно только догадаться. Лифтовой холл, раз лифт, два лифт. И у нас вот здесь для чего-то какой-то вот такой закуток. Вот когда, знаете, проектируют, я не понимаю, за это все жители платят, почему нельзя было здесь что-то сделать, почему нужно было вот такой кусок помещения просто взять и оставить. Ну вот смотрите, управляющая компания от застройщика. Понятно, что сами построили, и сами, соответственно, эксплуатируют, зарабатывают дальше денег. Вот это стенд. Я метр семьдесят пять. Вот здесь, наверное, метр тридцать. Обычно их ставят выше на уровне глаз, чтобы это было все видно. Тут, похоже, сделали для детей. Ну и, конечно, где график уборки? Вот он есть. Никто не расписывается. Где лицензии? Вообще нифига нет. То есть на белых саморезах четырех штук прилепили вот такое говноподобие и бросили. Ну, вид, конечно, просто жесть. Лифты у нас... Так... Дата ввода в эксплуатацию нет. Срок службы 25 лет. Хорошо. Тринадцатый этаж. Обидно, что не третий, четвертый. Лифты китайские. Экомакс. Наверное, в очереди второй, которую сдали, будет аналогично. Здесь у нас зеркало, камера. Ну, все как обычно. Смотрите, какой красный. На улице очень холодно. Тринадцатый этаж. Наконец-то мы доехали. Лифт, кстати, едет нормально, но достаточно медленно. Мог бы, мне кажется, и побыстрее ехать. Выходим. Тринадцатый этаж. Переходной балкон. Здесь, смотрите, ну, это вот блок управления лифтами. Тут все вот... Я не знаю, это сделали люди либо сами строители. В общем, уже скачет, конечно. Не очень аккуратно все окрашено. Но по сравнению с северной долиной, конечно, здесь все намного лучше. Межквартирный коридор. Смотрится неплохо. Забрала, конечно, это отдельная история. Почему-то главстрой это не может нормально сделать. И его строители. Ну, и понятно, что у них уровень УТК вот такой. Площадка разделяется на две части, поэтому сразу не понимаешь, что ты попал в большую общагу. Ну, спасибо, что хотя бы отделка стен достаточно на приятном уровне. Недорогие звонки, красивые таблички на черных китайских саморезах здесь. И давайте посмотрим еще на пару дверей. Вдруг вы напишите, что это одна ТК нет. И здесь тоже черные саморезы. Здесь, видите, что-то для вентиляции, что ли. И здесь тоже. Молодцы. Нормального крепления человеческого не хватило. Но здесь хотя бы можно сказать, что даже неплохо все сделали. В отличие от того, что мы с вами обычно видим. Переходной балкон. Тамбур. Это здорово отделяет тепло от холода. И наоборот. Вот смотрите. Вот дверь. Она не закрывается до конца. И уже вся в ржавчине. Трясем. Следы коррозии. Здесь все в коррозии. Низ в коррозии. Бок в коррозии. То есть она ее ржавую покрасили синей краской. Ну вот смотрите. Вот как выглядят сданные дома. Он, кажется, и градильня впереди. Парит. Строит школу. У школы, соответственно, своя территория. И вот этот участок, соответственно, вот видите, вот он забор идет. Серый. Он будет практически к дому. Ну так себе. Могли бы как-то это отодвинуть. Но надо внимательно, когда покупаешь, смотреть на то, что говорит застройщик и что на самом деле. А здесь мы видим лес, который здесь был, который спилил застройщик. Наверное, продал. А еще краны. Это детский садик, если не ошибаюсь. У детского садика тоже должна быть своя территория. А вот то, что они сдали. Тут какая-то беседка, спортивная площадка. Блин, а где деревья-то? Почему таких деревьев нет? Почему нельзя было вот это все оставить? Нахера вы это все пилите, уничтожаете, строите дома без озеленения, вообще без ничего? Ну, видите, как видно, вон все в песке, как протоптали строители, которые ходят из-за дня в день сюда. И, кстати, вот здесь хорошо видно, вот по этой стороне идет лэп. Вот там за домами лэп проходит. И вот туда пошло к градильням. Да, стройка здесь большая. Я, кстати, очень сильно буду неудивлен, когда застройщик начнет рубить дальше лес и строить свои дома. Ну, и последнее, конечно, хочется еще взглянуть. О, господи, даже дверь не открывается. Ну, да. Тут дети все исписали. Ну, вот, знаете, по мне, в 23-м году строить и сдавать вот такие дома, во-первых, с низким классом энергоэффективности С, когда у нас, типа, вся страна борется за энергоэффективность, чтобы меньше загрязнять нашу любимую землю, то здесь застройщику можно все. Они эти паром обрабатывают, сейчас будут бетон заливать на перекрытие. А вот здесь плюс, что между домами большое расстояние, но обратите внимание, что они такие буквы П идут для того, чтобы на небольшом участке земли можно было как больше, можно было больше заработать, чтобы больше продать квартир. Вот так смотришь, вроде расстояния ничего. А когда попадаешь вот сюда, то, что они высотные дома, ну, как-то достаточно много. Ну, не сравнить, конечно, даже вот с этими домами, которые, видите, идут такой лесенкой. И, конечно, было бы здорово, если бы еще окна были у всех туда вторез, смотрелось бы классно. По мне, нужно делать на уровне леса, то есть сколько у нас, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 этажей. То есть этажей, наверное, 12, это было бы максимально по мне. Я бы делал, если проект устроил у леса пониже, и вот ступенька кверху, для того, чтобы можно было дороже продавать квартиры с видом на лес. Но здесь что-то застройщик с видом особо не заморачивается. Это, естественно, все продают, обещают школы, обещают сады. Но, как видим, школа в конце этого года должна уже быть. А что такое сдача школы, друзья? Это не просто они построили, а там должна быть чистовая отделка, должны быть парты, учебники, компьютеры, интернет, и все-все-все такое. То есть школа должна быть... То есть завели детей, и ее уже можно эксплуатировать. Но вот у меня почему-то ощущение, что до конца 23-го года они, честно, не успеют это все сделать. Но я, конечно, могу ошибаться. Возможно, они строят достаточно быстро. И едет он еще и на нулевой этаж, представляете, и на первый. Вот это круто. То есть если вы что-то крупногабаритное тащите домой, то он вот это может поднять. Поэтому, кстати, вот это большой плюс. А если в тех домах есть то же самое, то для этого Ямарш, в принципе, не важен, потому что и маломобильная группа населения, инвалиды всегда может воспользоваться лифтом и подняться, друзья, на первый этаж. Ну, естественно, те, кто очень внимательно слушал вступление к этому видео, понимают, почему так строит застройщик. Я для себя уже понял все. А вы делайте правильный выбор, а если нужна помощь, обращайтесь к специалисту. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео, чтобы его увидело как можно больше людей. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok